Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Осенний призыв, повышение невыездного порога для должников, введение процедуры такс-фри и другие нововведения октября. Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок, очередное обрушение в Рязанском жилом доме. Осторожно, дети, в Рязани был сбит маленький пешеход. 1 октября не за горами, и эта дата станет переломной для многих жителей Российской Федерации. В частности, 1 октября начинается осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря текущего года. Под его действия попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь осенью в армию идут те, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учебе. Кроме того, до 1 октября федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг. Стоимость набора услуг с начала текущего года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения. Тем, кто впервые получил право претендовать на набор соцуслуг, необходимо было до 1 октября подать заявление, чтобы начать получать желаемый набор с 1 января 2018 года. Кроме того, заявления должны были подать те, кто хотел бы изменить форму получения набора. Хорошие новости в начале октября ждут водителей, не отличающихся аккуратностью в вождении, но при этом часто выезжающих за границу. С 1 октября 2017 года общая сумма штрафов за нарушение ПДД, после которой накладываются ограничения на выезд, будет повышена до 30 тысяч рублей. Еще одно нововведение – иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости вывезенного из России товара. С 1 октября в нашей стране заработает система Tax-Free, которая позволит после выезда вернуть налог на добавленную стоимость купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее процент за свои услуги. Кроме того, вступит в силу новый закон, принятый в июле текущего года. Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Его действие распространяется как на государственные, так и на муниципальные медицинские учреждения. Жильцы общежития, расположенного на улице Крупской, дом 9, вот уже несколько месяцев пытаются добиться ремонта в местах общественного пользования. Пока управляющая компания пишет отписки, в ванной комнате обрушился потолок. На кадрах видно, что часть потолка от сырости разрушилась и кусок цемента упал в раковину. Повезло, что произошло это рано утром и в ванной не было людей. Вот кусок выпал сегодня утром. Хорошо, что никого не было. А то бы половина дарила. Отвечают, что обязали ЖЭО номер 9 в срок до 16-го, 10-го, 17-го года сделать текущий косметический ремонт. Ну, они начали его делать и кончили, мотивируя тем, что администрация города Рязани не выдает деньги. Это не первый раз уже, естественно. Мы неоднократно обращаемся в ЖЭО номер 9, а бывший в ОГО класс R тоже обращались. Но никто внимания не обращает. Деньги мы платим, но делать нам никто ничего не делает. Куда уходят наши деньги, непонятно. Дорожно-транспортное происшествие вновь потрясло рязанцев. В этот раз пострадал пятилетний мальчик. Подробности в репортаже Валерия Седова. Нельзя оставлять детей без присмотра. Это простая мысль, к которой порой пренебрегают родители. Гаражный кооператив на пересечении улиц Бирюзовой и Интернациональной. 26 сентября здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. 58-летний житель областного центра, управляя автомобилем Ауди, двигаясь в сторону выезда из гаражного кооператива, совершил наезд на переходившего проезд между гаражами пятилетнего мальчика, который находился вместе с бабушкой. В гаражном кооперативе нет такого оживленного движения, как на дороге. На земле можно увидеть следы недавнего происшествия. Это тормозной путь автомобиля. А вот здесь, на дорожной пыли, подскользнулся мальчик. В результате происшествия пострадавший в больнице. На помощь маленьким участникам дорожного движения должны приходить взрослые. В первую очередь родители. Именно они должны беречь своих детей. Малышам, которые являются пешеходами, необходимо приобрести светоотражатели. Еще раз объяснить правила перехода проезжей части. И нельзя оставлять детей без присмотра. Особенно вблизи проезжей части. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Великий физиолог, первый Нобелевский лауреат, член 130 Академий университетов и международных обществ. Пожалуй, ни один русский ученый не получил такой известности за рубежом, как наш земляк Иван Петрович Павлов. 26 сентября, в день его рождения, вспоминают гражданины мира не только медики и ученые по всему миру, но и рязанцы. Ведь именно в нашем городе, в 1849 году, в семье священника родился Иван Павлов. Сегодня в доме, где когда-то жила его семья, устроен музей-усадьба. Здесь горожанам и гостям нашего города рассказывают о детстве первого Нобелевского лауреата, бытии его семьи, а также о научной деятельности и значимых открытиях, которых за свою жизнь ученый сделал немало. Кроме того, здесь проходит огромное количество мастер-классов, интерактивных программ для школьников. А в Яблоневом саду, в котором великий физиолог получил прививку от лени, в августе проводится праздник яблока. Все усилия работников музея направлены на то, чтобы рязанцы и гости города узнавали о личности великого ученого. И каждый из нас смог бы оценить тот вклад, который внес Иван Павлов в развитие науки. Во вторник, 26 сентября, в Рязанском художественном училище имени Вагнера состоялось открытие выставки акции «Прощание со Щедринкой». С 1936 года католический костел на улице Салтыково-Щедрина был частью училища. А теперь с 1 сентября он передан католической общине Рязани. Подробнее обо всем расскажет Алена Куколева. С 1936 года здание католического костела на Салтыково-Щедрина принадлежало художественному училищу. Здесь было студенческое общежитие, временное жилье для приехавших из Петербурга преподавателей, творческие и учебные мастерские. Учебный процесс художников в этом здании завершился 1 августа. С 1 сентября костел передали католической общине Рязани. Студенты и преподаватели попрощались с мастерской необычно. Устроили выставку «Прощание с Щедринкой». Здесь живопись-рисунок проходил в этих стенах, а на композицию исключительно мы шли туда на Щедринку. И вот этот вот путь от училища до Щедринки, вот для меня вот был очень важен, потому что Щедринка – это не просто здание костела, это вот улочки, улица Щедрина. Вот это вот самое главное, что мы переступили, переступили этот порог чисто учебного рисования архитектуры и сделали творческий проект. Каждая здесь картина насыщена своим личным отношением к этому зданию. Студенты изобразили здание костела на полотнах. Летний пленэр посвятили как раз этому событию. Для меня она заполнилась как такое старинное, уютное какое-то маленькое, небольшое помещение, в котором царит какое-то искусство, и в котором можно реализовать как-то себя. Кроме художественного, сегодня в училище состоялась презентация и фотопроекта, который студентка четвертого курса Полина Бочарова посвятила передаче костела. Она запечатлила здание костела в первую очередь как художественную мастерскую. Люди называют это по-разному. Есть энергетика, возможно, кто-то называет это энергетикой, кто-то называет это просто каким-то ощущением, атмосферой. Нужно было поймать эту фишку и запечатлить, и сделать из этого не просто работу, а работу, которую не стыдно показать на выставке. И помимо всяческих технических сложностей, с которыми пришлось столкнуться, это плохая освещенность, потому что это узкие коридоры, это темные помещения достаточно. Помимо этого, еще и нужно было очень четко и очень точно передать и не наврать перед теми людьми, которые там провели очень много лет. Костел построили в 1894 году на средство католической общины, которая тогда была довольно многочисленной. Основную часть прихода новопорочного зачатия Пресвятой Девы Марии составляли поляки. Но после революции и гонений на церковь община сократилась. А в 1935 году решением НКВД храм закрыли. Опустевшее здание передали Рязанскому художественному училищу. С середины 90-х католическая община Рязани стала просить храм обратно. А в 2010-м вышел закон, в котором четко сказано, что здание и объекты религиозного назначения нужно вернуть прежним владельцам. Алена Куколева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не просто врачи, а настоящие спасатели. Студент Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова принесли клятву и вступили в ряды добровольных спасателей. Подробности в нашем сюжете. Звание спасателя получили студенты Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова. Более 20 молодых людей и девушек решили посвятить себя служению людям и не побоялись работать в полевых условиях. Заветные книжки будущим героям вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Дмитрий Юдин. «Самое главное, что всех людей, которые работают в спасательной службе, объединяет одно – это неравнодушие к жизни людей. Поэтому я вам очень благодарен за то, что вы именно неравнодушны к жизни людей и готовы всегда прийти на помощь». Отряд «Салюс» Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова был сформирован менее года назад. Однако молодые люди уже помогали искать людей и оказывать им первую помощь. «Безусловно, Рязанский медицинский университет все руководствовали по мне отчеткой гордости за то, что именно здесь формировался для спасателей студенческий корпус». Теперь лучшие студенты – пять человек, которые прошли квалификационный экзамен, вошли в реестр спасателей Российской Федерации. Остальные получили членские билеты Корпуса спасателей России. «Каждый врач, каждый медицинский работник – он спасатель по определению. И имеет ли он эти навыки или не имеет, вот это большой вопрос в той ситуации, когда их надо проявить. Приходить на помощь, жертвовать в соборе, быть чувствительным к боли, уметь в любой момент встать и пойти туда, где ты нужен – это черты врача». Прочувствовать торжественность момента и ответственность за новые возможности студенты Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова смогли во время произнесения клятвы. «Возлагать на себя ответственность за жизнь товарища, работающего с нами, перед его семьей, по своей совестью. Глянемся! Достойно переносить трудности быть честными и мужественными, и отзывчивыми. Глянемся!» «Глянемся!» Софья Пономарева учится на третьем курсе отделения клинической психологии. Девушка еще со школы решила, что пойдет работать в МЧС или военные структуры. Поэтому уже сейчас учится оказывать помощь в экстремальных и кризисных ситуациях. «Долгожданно. Особенно, когда знаешь, сколько шел ты к этому, сколько ты тренировался. В первую очередь, это физическая подготовка, то есть люди со слабым физическим здоровьем чисто не могут оказать медицинскую помощь. Также это теоретические и практические навыки именно уже по самому оказанию первой помощи. Ну и, конечно же, это подготовка моральная». Девушка на практике оттачивает свои умения. Она и другие ребята из отряда «Салюс» помимо основной учебы три раза в неделю занимаются специальной подготовкой. Ведь спасение людей требует от врача максимальной самоотдачи и безупречных навыков. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанская палата недвижимости отметила 20-летний юбилей. Торжественный прием прошел в ресторане «Арагон». На него были приглашены партнеры палаты, а также ее участники. Среди гостей оказались риэлторы с более чем 20-летним стажем, начавшие свою карьеру на заре становления рынка недвижимости. Подробнее обо всем в следующем материале. 20 лет Рязанской палате недвижимости юбилея организации отметили торжественным приемом и общением в теплой неформальной обстановке. В зале собрались лучшие риэлторы города, ведь Рязанская палата недвижимости объединяет сильнейших игроков рынка. Ее участниками являются 29 ведущих агентств Рязани. Многие компании риэлторские объединились под флагом Рязанской палаты недвижимости, которая в свою очередь стала ассоциативным членом Российской гильдии риэлторов. Блестящая репутация палаты и ее членов зарабатывалась годами, ведь главной задачей риэлторы ставят перед собой выстраивание цивилизованных отношений и повышение эффективности работы друг друга. Я вот все больше замечаю, там, где очень большая конкуренция, очень высокая, люди все больше сплачиваются, сплачиваются, чтобы, как ни странно, выиграть. То есть впитать опыт друг друга, значит, отсечь всякие неприемлемые методы работы. Рязанская палата недвижимости – это площадка для обмена опытом и знаниями. Она помогает игрокам рынка защищать свои законные интересы. Так, на сайте организации представлено более 5 тысяч различных объектов недвижимости. Все они проверены и безопасны как для потенциального покупателя, так и для самих риэлторов. Кто бы мог подумать 20 лет назад, что у нас будет общая база для работы, для совместных сделок. А сейчас она есть? Сегодня это технологии, во-первых, от работы. Тогда их не было в принципе вообще. Технологии продаж, технологии покупок. Это единая мультриэнг-система, это единая база данных. Это система, которая позволяет эффективно в новых условиях продавать недвижимость грамотно, правильно, открыто и с удовольствием. На торжественном приеме в честь 20-летия организации награды вручили как новичкам, так и опытным игрокам рынка. На сцену вышли 23 елторов, имеющих более чем 20-летний опыт работы в сфере недвижимости. Все они являются членами Рязанской палаты недвижимости. Давайте досконно держать знамя недвижимости о Рязани, Рязанской области. Пусть нам завидует тот, кто не ходит в нашей организации, всем удачи, счастья, любви, благополучия. Однако не только профессиональное сообщество, но и обычные ребята стали участниками торжества. В честь юбилея Рязанская палата недвижимости организовала накануне детский праздник «Дом глазами ребенка». Он состоялся в Центральном парке культуры и отдыха и собрал более 3000 гостей. На празднике каждому участнику выдавалась маршрутная карта, которая помогала детям и их родителям поиграть в шаромоделирование, увидеть шоу мыльных пузырей, пострелять из рогатки, сделать лизуны и 3D-раскраски. Также хотелось бы поблагодарить тех, без кого эти праздники не были бы такими хорошими, классными, насыщенными. Это, конечно же, наши партнеры. Слова благодарности и почетные грамоты вручили и партнеры Рязанской палаты недвижимости. Ведь только вместе можно работать по-настоящему эффективно и на благо общества. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 22 сентября в Рязани открылась выставка продажи товаров из Индии. Ковры, палантины, специи и необычные сладости. Окунулся в таинственную атмосферу Востока наш корреспондент. Стоит только войти внутрь, как вы почувствуете приятный запах. Это стенд с чаем и кофе. Сортов здесь множество. И все они из трех провинций Индии и Цейлона. Черный, зеленый, утренний и вечерний чаи. Есть и с добавлением фруктов. Будь посетитель гурман или просто любитель чая, каждый найдет сорт себе по душе. От вкусных товаров посетитель движется к практичным. Качественные ковры, которые смогут преобразить интерьер квартиры до неузнаваемости. Одежда стран юга из натуральных волокон. А также палантины, предмет эстетики и тепла. Шелковые, шерстяные и самого высокого качества – кашемировые. Есть на выставке и мебель из натурального дерева, и национальные предметы индийских стран. Главным же украшением выставки является стенд с драгоценностями. Натуральные камни для вставок из Индии и привычные изделия из золота и серебра. Есть речной и морской жемчуг. Здесь можно приобрести как тонкие ниточки с драгоценными камнями, так и большое красивое ожерелье. Найти этнические украшения или повседневные аксессуары. Посетители от такого разнообразия в восторге. Ой, здесь красиво. Вообще такие у них хорошие вещи. Нравится очень. Вы знаете, мне нравится. Я уже столько покупок сделала. А что вы купили здесь? Я купила вот на пляж платье и себе, и дочке. Посмотри, какая красота. Ну и бандана, конечно. Мне нравится. Вот я мед немножечко себе прикупила. Выставка продажа будет идти до 1 октября на третьем этаже торгового центра «Премьер» с 11 утра до 7 часов вечера. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»?